поехали сегодня третье десятое 2017 года я хотел вот какую продолжить мысль тема же два генералейсин суда ну вот я предыдущих видео материалах рассказывал о том как удивительным пируэтом борис миронов оказались в одном строю с господином навальным еще вчерашний вроде бы как враги а сегодня уже друзья и сегодня они вместе как бы считаю что крым надо передать кровь александрова сич суворова я рассказывал что вот битве зайчаков он получил шпагу в горло а теперь какие-то ублюдки дырцы внуки полицаев называют свои батальоны имени мочакова по порочи его на я хотел бы вот немножко порассуждать алексей навальным дальше вот я как бы думал алексей вот может быть мы где-то там ошибаемся и же все время как бы обдумываю но все говорит о том что вот агент влияние агент влияние ну не глупый умный но агент влияние ребята вы не обижайтесь те кто вот мы же не хотим чтобы труды ваши по пропали ведь понимаете вы же не хотите быть как вот эти вот вкладчики ммм которые вот носились туда есть были к люди которые осознали им там говорили что ну да женщина были дураками а ну а другие то сказать а вот мы сейчас сам ммм да там 800 процентов получим да вот таких грамотных людей воспитала советская власть в кавычках и и тоже они скалману теперь мы за кому никому не ездил будем что то есть метание туда-сюда вместо этого метания вам как бы давайте как применять дедуктивный метод шарлок холмса вот давайте посмотрим месте по анализируем проанализируем вообще деятельность алексея вот посмотрите чем-то 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 миллиардер в наш обижает английского посланта и тут же тут же несется от английского он насильник вот то это проект он просто вот такая нервная реакция хотел как бы не посол потом говорит что у меня ничего не на руках нету и так далее потом и не то чтобы вот ведь вот этот же посол как бы давайте может быть он просто честный человек может быть но наговорил лишнего до на нашего тогда олигарх коммуниста да там очередного но может быть он и ко всех всех так ненавидит так ничего же подобного не все в бандитов приглядели и господин там березовский который открыто говорил что я готовлю переворот в россии да нормально и все и он жил и и не тужил там вот и да и остальные все и господин ходорковский и посмотрите ведь мы не слышим от алексея никаких нет английского посла не был ни от алексея никаких не хороших слов там про ходорковского никто и интерпол его не разыскивает вот хотя вы знаете хотя вот его и наши власти выпустили но нефтьюганске он также учинил какой-то это какой-то был геноцид люди добывают нефть и они сидят без зарплаты это как может быть вообще что нефть не покупал никто что ли куда они деньги девали под арковские компании и вот до того дошло ребята что вот смотрите что мэр которому вот какому-то чуханому ленину всяким джугашвили вот губителям ставят память а мэру петухова не поставили который голодовку который вот так вот безоружный против банды пошел объявил голодовку его по застрелили в день рождения ходорковского охранника охранника ходорковского вот вот и в этом человеке мы не услышим от алексея не слышим и не будем слышать а кто это все вообще учредил да все и все это так ходорковский это же маленький винтик вот того глобального механизма коррупции который устроил коммунист чубы и 200 его помощников церушными фамилии и за кого алексей сказал что ляжет на рельс но вот я в прошлый раз рассказал о господине брэдли а потом дальше давайте заметим как вот эти вот связи давайте подумал кто же вот если действительно вдруг правда алексей финансирует куда у него ну такие существенные вот это вот одними взносами это вот не проживешь вот этими вот ребята может кто-то и вносит там вот но это же вот очень большие деньжище ну тут заклеены не какими-то были листовками как у коммунисты заваливают лакированными вот этими фотографиями глянцевыми дорогими вот и такого алексея был и давайте посмотрим какая ситуация потому что обыватель часто вот ломоносов напишет на каком-то листке ну вот каком-то наш обыватель не часто не обратить на него внимание на 50 лет забыли труды ломоносовый все а вот когда глянцевые вот когда вот такая ярко вот как-то это маме и давайте вот как бы посмотрим дальше потом дальше он заступается с господином магницкой а за господина магницкого еще заступается господин брэдли да тут самый брэдли который хотел присвоить акции газпрома обманным путем и сейчас они говорят да это нормальная практика до нормальная практика жульничество стопе его будто 159 статья только в россии действует врачи вернее она там бездействует потому что на 2 миллиарда он скупил и все сидели как каролина именина и только потом это схватились а чё творится батюшки газпром то исчезает ну вот так бы остались ваши родители без пенсии без без газпрома без всего ну вот вот я хочу сказать но что давайте давайте как бы дальше проведем не ну вот один из финансистов и нарисовывается господин брэдли обижен сурово обижен да разве он не может финансировать алексея потихоньку даже независимо там от всяких там црун вполне состоял супер состоятельный человека будет расплю потом давайте дальше разве он не может сводить счеты с бизнесменами которые но вот нашими мерцами коммунистическими олигархами которые схолестнулись вот когда дружба дружба и когда дадим нефтяной дележки тут уж не не до дружбы понимаете вот вот может быть усманов также перешел где-то дорожку алексею не не то его коробит а что этот усманов не нападает на путина значит он враг вот потом то есть и действует ленинский принципу у газдепи и у алексея кто не с нами тот против нас может быть этот усманов то особенно как бы я и не слышал что потом там был за крым за новороссию что алексей это какой-то катастрофу нам готовит нет того же не было но все равно вот усманов заслужил и да и я думаю что они проводятся такая политика отжатия именно вот даже если бизнесмен не хочет никуда втягиваться не не за путина не за это даже нейтральная позиция госдепию не устраивает это уже за это это вот надо писать и вот посмотрите ну не могут сказать что вот господин чубы например не открыто не выступал на стороне вашингтона но он сказал что я вообще от политики отошел у меня очень удачный момент отойти а то если я сейчас скажу что нибудь за крым за дабас то мне по шеям могут соединенные как вывернут мое все грязное белье там да и будет потом мы и саду и гамора вот поэтому поэтому у него есть брат к счастью который открыто высказывается за бандерляндию за вот за и за интересы за вот это проклятие там в адрес россии и тому подобное ну давайте посмотрим а что вот господин брэдли но тогда кто же поднял этот виск отчаянный виск вопль вот если мы посмотрим в истории то у госпожа тычин да вот давайте сопоставим ее выступление ложатся ли они в поле так сказать вот страна которая развязала пять опиумных войн англия да вот когда бандераться задаешь этот вопрос он начинает умничать я не я да ты там я тебя научу там история я говорю этот самый колхозник ты скажи мне ну-ка школьный вопрос кто устроил 5 опиумных войн и все и товарищ растворяется и он крутится вертится я ему опять ты не гляй хвостом если ты тут умничаешь ну-ка отвечай вопрос и вот я хочу сказать что понимаете какая ситуация я вот просто сейчас с вами вместе вот рассуждают думаю а куда же тянутся нити не такие и получается ведь ситуация маргарет тэтчер ведь же горькими слезами обливался и голосил и как это такая несправедливость байкал достался россии как это может быть такой безобразие вот и госпожа улбрайт какая несправедливость там вот ну вот когда было куликовское поле там не было ни улбрайт ни ни тэтчер ни других товарищей а вот как раз его побыли вот эти вот генуэзцы генуэзцы у нас были вот кто там был вот теперь эти же люди я не хочу сказать ничего плохого всех генуэзцах я италия вообще замечательная страна ну вот как бы вот от евросоюза вот что нам прислали вот оси сегодня это вот эти вот генуэзцы наверно вот потомки вот этих вот именно эти генуэзцы да и является лучшими друзьями бандерляндия вот и вот сопоставим но вот на этом цепочка заканчивается до олбрайт течер английский посол ну и как бы нет вот же подняла не не англия и брэдли да на брыдли она вроде должна заканчивать вот она заканчивается нет не заканчивается дело в том что вот вы давайте она а давайте посмотрим кто поднял все-таки главный а вой поднял главный не англия соединенные штаты вот там конгресс визжал так верещал как упыри на которых упал солнечный свет и у которых а там жизнь не удалась вот эти вот с раковой опухолью вместо мозга не то морали визжали вплоть до того что издали нонсенс специальный закон магнитской где опять-таки террору подвергались ну как бы сказать про путь нет даже не про путинский а который даже нейтральная море ли там путина особо и не поддерживали но даже и даже достать ну кто не с нами тот против нас что-то там кто-то съездил в крым кто-то что-то про крым сказал какая там хорошая погода пожалуйста пропал список магнитского ну я думаю ну что это вот так бескорыстной поддержки союзе ты конечно не конир кто-то крупная рыба за этим брэдли стоит ведь они уже собирались громадное количество не хотели присвоить весь газпром под и вот какая фигура вот такая бы склонная к финансовым операциям крупным особенно в россии может а вот и вот тут-то и вспоминается первую очередь господин сорос дело в том что для господина ссоры с операцией в россии не первое так сказать не не первый раз он проворачивает такие дела первый раз как бы у него такая крупная была ну как сказать кто-то скажет афера я не стану спорить кто-то во время приватизации вот благословение господина чубайса за полтора миллиарда по танину и сурасу перешла вот я рассказываю это нигде не рассказывается а вот на моем канале это рассказывать и пришла я уже давно об этом писал и и вот но потом по танин оказался сильнее как-то ссоры с воде как-то вроде как отжали а ну на территории россии он как бы казался сильнее но с той поры просто веки господина ссоры нас анализ кровью и и как только с ненавистью он может то есть что вот вся эта афера но полтора миллиарда тоже стоило связь инвесторов чехословакии вы можете представить за какой вообще бублик с дыркой они хотели все все этот американцы получить и вот ты киеву все время господина ссоры лежит вот здесь трамп у нас например строитель он строит там здание там а этот все это на считает что это дураки только лохи вот этим занимается каким-то заходом а вот то его сфера это финансовые бумаги в движении акций вот это вот вот здесь он бы чуть такой соорудить чтобы не потея не думая каких-то научит там достижениях что-то знаешь вот так вот с неба был взяла и упала и вот и вот я думаю что за господином брэдли стоял господин ссоры мое предположение и ну и отсюда становится понятно кто к существенные силы эти силы могут и разведорганы на чиновников различных так сказать силовых структур воздействия отсюда и какая-то разведывательная супер разведывательная информация может приступать господину навальным запросто даже может быть и не обязательно приниматься какие-то но такие государства на государственном уровне что вот эти вот вещи могут приниматься но и я вот ребята вот еще раз акцентируют вопрос на том что я то вам предлагаю что чтобы труды ваши а это значит что в конечном счете вас ребята кинут кинут потому что вы игрушка в руках этих людей так было с демократическим движением в россии так было с движением молота в на украине да и сейчас она не преобразовались наждак но как бы вот все это просто поиспользовать вот чтобы не оказаться такими знаете балбесами которые звали польского царя знаете на престол до которые говорили приди владея нами торгуй нами потом славяне оказывались на рынках недвижимости день там гиреев и и прочее понимаете то есть вот чтобы вот это от этого отойти давайте-ка вот я еще раз застряю вопрос я вас призывал к самоорганизации вот я как в альянс строю сразу проверить доктор как только я начал списки собирать до людей дольщиков так начиналась истерика визги это прием стопроцентный на вшивость если алексей допустим будет спокойно смотреть как у него самоорганизовываются как люди приобретают самостоятельность а вот она то ли шарий там вот свою передачу создал что он очень ревностно относится к успехам своих товарищей тому но они вместе мне это не товарищи но ему-то товарищи там вот гудков там но еще кое-кто можете там как бы вот эти передачи посмотреть и посмотрите вы же можете ну вот как я конкретно будут совету я бы меня всегда в отличие от многих блогер они критикуют многих по крайней мере не говорю что у всех но что такая вот ну это тоже аналитическая деятельность она нужна но я всегда говорю что и нужно делать ведь можно ну как вот пришел реально толпу это переписать может нереально кто-то не захочет тут так вот один переписал 10 другой 10 переписал вот десятники да например координаторы десяток да вот потом вот эти десятники соединились взяли телефон и контакты у друг друга все в один день по-суворовски сделали организат потом это бы организация можно было против всяких управляющих компаний против захвата коммунистами садовых товарища им отдали на откуп там никаких там выборов не проводится это приходит спектакль вся группка от каких-то людей которые потом обкладывает обирает ваших отцов и дедов которые трудятся там которым государство должно даже помогать она еще с них деньги дерет вообще без обе без совести без чести люди поэтому я как бы предложил все таки вот руководствоваться не глупым марксом сатанистом да а александр васильевичем суров который четко будет прозорлив и осторожен